Сегодня во время длинного вояжа по Иркутску в самом центре 9-8 встретит Виталий Витальевич Бессольцев. И мы с ним посетили нашу юность. Что это такое и как это было, смотрим в репортаже. Привет! Руки не жмем, не обнимаемся. Полтора метра. Скажи что-нибудь хорошее. Ну что бы сказать, хорошего как. Докупительные в Иркутске вечера. Я думал, ты что-нибудь хорошее скажешь, что ты меня встретил. Доехали только концентрально. Что благородные домы совершенно свободно прогуливаются уже перед своими домами. Да, я собственно об этом и делаю репортаж. О том, что полтора месяца самоареста были совершенно какими-то непонятными, неизвестно для чего. Или все-таки ты видишь в этом смысл? А я не знаю. Я думаю, все было прекрасно и ничуть не больно. Ай блин, мне бы тебя твоему оптимизму научиться. Елки-палки, а. Если бы соединить бы... Если бы соединить бы твой оптимизм с моим пессимизмом. Твою мудрость с моей глупостью. Твою молодость с моей старостью. Слушай, какой бы шикарный получился в этом глумераторе. Какой-то получился бы этот, как он называется, гомункулус. Тьфу ты, господи, а гомункулус переведи, что это такое? Ну, если гомункулус, то гомункулус, нечто искусственное, человекообразное. Как ты... Как-то фаустус, колбус. Понял. Слушай, бессонница, у тебя с логикой вообще проблемы, потому что если двух людей соединить, то получится... Как ты сказал? Так это если мужчину и женщину соединить, то получится. А два пожилых человека только гомункулус. И хорошо еще, если не вампиры, не бургулак. Все понятно. Ну вот, я тебя за оптимизм хвалил, а ты тут какую-то гадость начал вести. Человеку не суждено. То есть двум мужчинам не суждено, в общем-то, никак объединиться. Ну, так сказать, без этих гибридов и гомункулус. Ну ладно, все понятно. Привет. Почему без маски поешь? Да ладно, сидите. Вы мне не мешаете. Привет. Короче, живет Иркутск. И ничем его не напугать. Здравствуйте. Так я смотрю, все сюда перебрались. Ну его к черту этот 130-й квартал, да? Нет, не из-за этого. Сейчас пока карантин. Там не запрещено же торговать-то этим пищей. Ну понятно. Летом снова перейдем туда. А здесь лучше. Здесь лучше. Здесь запрещено. Здесь атмосфера лучше. Я знаю, но здесь запрещено. Сейчас у нас выгонять все не начнут. А сейчас начнут выгонять. Ладно. Если новый губернатор только даст разрешение, тогда такое дело. Ну кто мне запретит здесь ходить вообще? Вот видишь, как люди рассуждают. Он со своей точки зрения, что выгонять будут за то, что он торгует. А мне-то почему я должен сказать? Я же не знаю. Ну вот человек говорит, что выгонять будут. Ну что, на юность пойдем? Да, конечно. Нас на юности только и не хватало. А чего? Там бродят от самых маленьких до самых этих престарелых, до благороднейших старцев. Как тебе вот такой вот вид иркутский? Прекрасный. Кстати, очень хорошо сочетается. Дай-ка, желтенькая курточка. Вот, Виталий Витальевич, я так и скажу, что вот, и вот заявляю, вот эта вот архитектура, вот ты, это одно целое. Это и есть лицо иркутска. Молодость, творчество, современность. Подожди. Короче, я рад, что 130-й квартал в культурном виде загибается, и музыканты, художники перебрались, вернулись на свое место. Я с собой Это все, что строится после меня Это все, что строится Я с собой Женщики домещались так, а Мы воскреснули. Субтитры создавал DimaTorzok Это всё, что останется после меня Это всё, что я с тобой Это всё, что останется после меня Это всё, что возьму Я с тобой 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 вечером говорят это колесо хорошо и красиво подсвечено шедевры архитектуры города иркутска ну какая прелесть а какая прелесть это на острове юность я не знаю вот то что раньше называлась потемкинскими деревнями ведь видите вот там через 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 речку там железная дорога и видимо у меня такое впечатление вот этот домик это маскировка для того чтобы те кто ездит по железной дороге проезжает значит через иркутск глядя значит вот оглядывая окрестности города видели вот такое вот вот такую красоту господи господи ну как весело жить в этом дурдоме а здесь вот все работает и пойдем к мы сейчас там и шашлычков поедим и кофе попьем да кофе с собой называется да с собой это вот значит вот здесь не тусоваться вот виталий витальич меня угостил вот такой штучкой и и вот кофе да вот эту штучку я сейчас буду есть а это кофе я даже не открывая буду пить ну вот такие меры предосторожности да вы просто это а вот совершенно вот самым-самым примитивным традиционным способом никакой никаких предохранительных мира из китая из китая из того самого города и наслаждаться это мы на острове юность великолепное место отдыха в самом центре города иркутска это остров на реке ангаре в этом отношении иркутск уникальный город в самом центре такие места шикарный бульвар шикарное вот это вот место отдыха я может быть плохо знаю другие города оказывается что я такого нигде не когда кончится вся эта ерунда сюда обязательно придем уже я думаю что благодаря благодаря вот этой всей ситуации это место оживет потому что свое время этот вот 130 порочный 130 квартал торгово-питейный затянул к себе людей а сегодня как мы могли видеть и музыканты сюда вернулись сюда на набережную и в общем-то люди тоже и художники даже и я сюда наверное вернулись слава богу оставим 130 квартал там это самое там там себе торговцы понаделали кучу бутиков и пивных заведений и ресторанчиков ну пусть там это и будет а отдыхать вот так вот как говорится культурно по-настоящему мы будем вот здесь вот на берегу ангары музыканты музыканты Субтитры создавал DimaTorzok